А как это, интернет на скорости при 5G? Ну, это как... Только ещё быстрее. Попробуй. Активируй мегасилу при 5G и будь быстрее всех. Мегафон. Добрый вечер. Это шоу-воли. Давай, док. Как бы ни началась наша программа, она обязательно продолжится. Шоу-воли, 23 апреля, второй выпуск. Давайте начинать. Прошла первая программа и была невероятная реакция. Мне позвонили все, мне написали все. Я прочитал все комменты, друзья. Спасибо вам за то, что вы пишете. Спасибо огромное. Спасибо. Илюш, ты читал комментарии? Я же не умею читать. Но я скажу тебе так. Я чувствовал, что там очень много позитивных, положительных. Нас просто смыло волной доброты. Волна доброты. Мы так это и называем. Но были, конечно, и негативные комментарии. Да. Я думаю, что надо по ним пробежаться. Давай. Мне понравился вот этот комментарий. Шикарный. Полный отстой. А, кстати, ты заметил, что это оптимист? Потому что он написал полный отстой. А пессимист написал бы пустой. Шоу вышло в воскресенье. Комментарий оставлен во вторник. Два дня человеку потребовалось, чтобы разобраться в Рутюбе, как оставлять комментарий. Следующий комментарий, друзья. Ерунда полная. Только Соболев вытягивает шоу. Можно смотреть только его новости и всё. Вот мы и нашли твой фейковый аккаунт, Илья. С которого ты нам пишешь. Ещё один шикарный комментарий. Покажите его, пожалуйста. Шоу прикольное, но Соболев втухлая улитка. Слушай, вот мы и нашли твой фейковый аккаунт. Ты посмотри. Есть три лайка. Три лайка. Это я, Лейсан и твоя мать. Мы все лайкнули. Спасибо огромное. Она, кстати, просила отпустить её из вашей семьи. Она хочет домой. Давайте следующий комментарий. Он по делу. Зал слишком сильно аплодирует. Это всё из-за вас. Хватит. Остановитесь. Стоп. Мы, ребята, везем. Смените зал. Ты, Лысый, угомонись. Всё. На самом деле, зря вы так делаете. Вы создаёте у людей впечатление, что тут действительно весело. Слушайте, но то, что вы так поддерживаете, то, что вы так любите веселье, ну нам только в кайф. Спасибо вам огромное, что вы это делаете. Не надо аплодировать. Я просто сказал. Успокойтесь. Всё. Спасибо за тишину. Спасибо за тишину. В следующий раз напишут комментарий, и зал слишком молчит. Так, давайте к следующему комментарию. Итак, внимание. Кто-нибудь, расскажите смысл шоу, плиз. Какой смысл может быть у нашего шоу? Наше шоу смысл простой. Мы комментируем ваши комментарии по поводу выпуска. Да. Итак, по кругу, в следующем выпуске мы будем делать то же самое. Поэтому, чем больше вы пишете, тем дольше мы есть. Конечно, ребята, мы будем существовать до тех пор, пока в России не запретят клавиатуры. Следующий комментарий, пожалуйста. Шоу «Огонь. Особый респект за пацана». Показывайте побольше таких талантливых детей. Илья, тебя опять заметили. На самом деле, речь о парне из Екатеринбурга, Арсений Горячкин, который у нас был на прошлом выпуске. Тот самый знаменитый изобретатель контейнера для перевозки инсульмина. Арсений. Это круто. И если у вас во дворе, в подъезде, в городе есть герой, о котором должна узнать страна, сообщите нам. Больше людей в этой студии. Настоящих героев. Ну и, конечно, самый главный комментарий, таких комментариев было больше всего, что скрывать, то, что мою программу сравнивают с программой Ивана. Да. Вы все пишите о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа. Я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке. Больше нигде. А вообще, если честно, что уж греха таить. Иван, хочется пригласить к нам в студию вас в качестве гостя. Дорогой, уважаемый Иван, если у вас будет время, обязательно приходите к нам. Мы вас ждем. Иван Затевахин с канала «Охота и рыбалка». В любой момент, всегда приходите к нам. Если вам, конечно, охота или если вам, конечно, рыбалка. Спасибо всем, кто нам написал. Мы вас читаем. Благодаря вам наша программа будет лучше и лучше. Это шоу «Воли». Погнали! 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 Ребята, но есть самое важное, самое главное событие, которое произошло на этой неделе. У Илюхи Соболева, наконец-то, родился сын! Молодец! Спасибо! Спасибо! Молодец! Спасибо большое! Это правда! Погнали! 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 У меня опять хлопают. Спасибо! Будут писать в комментариях, зал кричал, вместе поздравляем. Так нельзя? Спасибо большое, я тут ни при чем. Ну, Илюш, если честно, у тебя постоянно съемки, туры, выступления. Очень классно, что ты среди этого жесткого графика нашел минутку, чтобы заделать сына. Ты большой молодец. Это еще, да, с учетом, что костер разжег. Что? Ну, костер разжег костер, чтобы не в темноте это было. Это все вошло в минутку, то есть и костер разжег. Ребят, я предупреждал, деменция, она началась. Все, вот так она выглядит. Я подготовил подарок. Можно, пожалуйста, подарок в студию? Илья, дорогой, этот костюм наденешь в роддом, чтобы встречать ребенка. Он немножко великоват. Я одену со свитером. Ничего. Все, это все тебе. Спасибо огромное, Паш. Очень, очень щедро. Канал ТНТ. Наши подарки, ну просто обалдеть. Слушайте, ну а если честно, имя ребенка уже придумали? Да. Как? Иван. Серьезно? Да, говорю. Иван Ильич? Иван Ильич Соболев будет. Иван Ильич Соболев. Что-то из книги. Что-то из книги про охоту и рыбалку. Илья Соболев, молодой отец. Спасибо. Аплодисменты ему. Это шоу воли. Начинаем. Начинаем. В гостях сегодня певица Люся Чеботина. И величайший актер Сергей Шакуров. А прямо сейчас здесь супер актер, супер ведущий, супер Жорик, мой супер друг Михаил Голусян. Привет. Ну, Пашка. Ну. Пашуля, привет. Привет. Так тебя любят. Так тебя ждали. Присаживайтесь, пожалуйста. Какая классная у тебя хата, Павлик. Ты понял? Из зала кричат, мы тебя любим. Я вас тоже люблю. Мишка. Павлик. Выглядишь очаровательно. Спасибо. Что за шикарный костюм таксиста? Это кожа молодого дермантина. Миша, я тебя знаю очень давно. Ты ходячий позитив. 60 килограмм юмора и волос. Я тебя обожаю. Спасибо. Мало кто знает, мы с Мишей знакомы тысячу лет. Ты помнишь вообще, что мы с тобой жили в одной квартире? Да, мы с Павликом жили в одной квартире. Можно я расскажу в двух словах? Ты меня подправляет. Я помню, там наверху была какая-то электризированная... Люстра Чижевского она называла. Люстра Чижевского. Да. Смотри, смотри, варикозницы зааплодировали. В то время была у меня самая первая работа. Кстати, было первое вечернее шоу «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым, и я там работал сценаристом. Меня устроил туда Мартиросян, который работал главным сценаристом. Он мне сказал, Паш, пиши шутки, я тебе буду давать 100 долларов в месяц. Ну тогда это неплохие деньги. Тогда это были неплохие деньги. Он мне давал 100 долларов, квартира стоила 200 долларов. Я оплатил 100 долларов, которые мне выдавал Мартиросян. А еще 100 долларов давал Руслан Хачмамук, капитан команды «Утомленные солнцем». Да. Он давал 100 долларов и говорил, мне нужна эта квартира. Я когда буду приезжать в Москву, я буду жить с тобой. Он ни разу не приехал. Ну я помню, у меня какие-то часы были, я их продал, и Паше 300 рублей дал. Говорю, Паш, поешь, пожалуйста, поешь. Я так понял, ты до сих пор тратишь эти деньги, да? Этот пиджак куплен на них. 28 апреля выходит твое личное шоу «Голустян плюс». Я тебя поздравляю. Спасибо, Паш, спасибо. Поздравляю, Мишан. Я тебя поздравляю с выходом твоего личного шоу. Как классно, что ТНТ дает возможность реализовывать свои личные проекты. Как здорово, что ТНТ дает возможности тебе и мне. Миш, о чем твое шоу? Расскажи, пожалуйста, какие-то новые образы. Как ты будешь блистать там? Ну и старые образы полюбившиеся будут. Типа? Типа Жорика Вартанова, типа Александра Родионовича Брадача. Прекрасно. А, смотри, ждали, да, ждали. Люди сердечки показывают. Сейчас популярен этот формат, такая современная ностальгия, так скажем. Но Александр Родионович, он понял одну вещь, что движение – это жизнь. И теперь уволился с охранников, пошел работать в доставку. Теперь он курьером будет работать. Классно. В общем, я предлагаю всем с 28-го числа, с 10-ти вечера взять и посмотреть. Это просто надо посмотреть. По-любому. Миш, прямо сейчас будет реклама. Ты можешь объявить рекламу в наших полюбившихся образах? Я тебе буду задавать какой, а ты просто объявишь рекламу. Ты сейчас все поймешь. Давай, реклама в образе Жорика Вартанова. Мои чурчхелоподобные асфальтоверующие. Смотри, там рекламу, йогурты, шмогурты, короче, подгузники, банковские карты. Смотри, все на шампур натянуто, в рот тебе положено. Сверху майонезом с перепелиными, прости меня, господи, яйца не сделано. Я твою маму прошу, пусть тоже рядом сидит, смотрит. Реклама на тенте. Тарарапирептян ранений. Очень классно. Сразу бородач. Ну, ты должен меня спросить, ты что тут делаешь? Все, вспомнил, да. Что делаешь тут? Что ты тут делаешь? Ребят, я просто рекламирую рекламу. Какую рекламу рекламируешь? Ну, красивую, креативную рекламу. Про крекеры, куросаны, карты банковские, короче, там. Что надо делать нам? Надо посмотреть и просить. Так, но и образ не из Галустян плюс. Рамзан Ахмадович, будьте добры, объявите рекламу, пожалуйста. Сейчас реклама, да, смотри мне. Я внимательно смотрю, да, что ты смотришь рекламу или нет, да. Не будешь смотреть, я тебе фью, салам алейкум, глаза делаю, понял, да? Ты вообще потом смотреть не будешь, да? Реклама, да, на тенте. Все, давай, запускай рекламу, давай. Давайте, запускайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыграть все роли в своем же комедийном сериале и сделать это максимально мощно. Ты что, показала сиськи за сосиски? Друзья называют его Миша, но все-таки он Галустян. Галустян плюс. 28 апреля в 10 вечера. Премьера на ТНТ. Это снова шоу Воли. Это Михаил Галустян. Кстати, ты только что вернулся из Африки. Да. По тебе прям видно, что ты не местный человек. Как там было? Что за съемки? Какой новый сезон? Чем отличается от остальных? Что самое жесткое там было? Ну, там постоянно что-то происходит. Кто-то там кому-то плохо, сознание теряют, кто-то отказывается, капризничает. Постоянно что-то требуют. Дайте пожрать, пожрать. Кто-то там за грудки берет. Дай мне шоколадку, ты. Ну, там действительно, когда хочешь есть, на все готов. Мы проходили там уже, кто-то там. Эй, дай еду. Эй, на, смотри, смотри. Дай еду. Это Игорь Азнобихин показывал. Так, эй. Своей кормилице. Миш, у меня есть несколько фотографий. Можно я покажу? Что там? Есть там. Покажите, пожалуйста. А? Еще покажите, пожалуйста. Ну, вроде нормально пока. Есть еще, ты представляешь? Что? Эту фотографию ты подписал, что ты леопердик. Учитывая то, что я с тобой жил в квартире, я подтверждаю еще какой леопердик. Слушай, но у вас сложился замечательный дуэт. С Олечкой? Да, с Олечкой. Ты хищник, а вот, внимание, добыча. Зебра. Послушай, как вообще вести шоу с Олей Бузовой? Бывают моменты, когда шоу заканчивается, Оля говорит, ну вот пойдем посидим, поболтаем. К ольвам, к ольвам, к ольвам. Ну, действительно, у всех там участников свои испытания, мое личное испытание, это, конечно же, с Олечкой работать. Хотя, безусловно, она как соведущая, очень крутая и очень хороший профессионал в этом смысле. Но для меня каждый день... Держ, у нас честная передача, ты можешь говорить правду, да. Для меня реально было испытанием, каждый день я слушал песни Оли. У нее на каждое мое слово была песня из ее альбома. Я говорил, ну что, поехали? Поехали со мной там. Как ты не слышал эту песню? Нет. Ну все, давайте уже. Давайте уже. На каждое слово она пела песню. Я уже, ребята, давайте начинать. Моторьтесь уже, хорошие. Кстати, моя песня, давайте начинать, моторимся уже. Именно так и было. Миш, у тебя две дочери, Эстелла и Элина. Каково это, жить с тремя женщинами? Я живу с двумя, мне... Ну, это непросто. Но с девочками, конечно, проще, чем с мальчиками. Мальчикам нужно там постоянно, что, где, опять зеркало, как окно разбил, переехал, что, нет. Откуда ты все знаешь про Роберта? У тебя так, да? Не, ну я тебе скажу, знаешь, какое вот отличие между девочками и мальчиками? Девочки, знаешь, они такие, папа, привет, как дела? Как у тебя настроение? Все ли хорошо? Чем тебе помочь? Знаешь, как сын? Привет, дай деньги. Все, давай, пока, все. Ты его только увидел в это время. Только деньги. Но я отец, который не дает денег, поэтому мы вообще почти не видимся. Ну, на девочек невозможно ругаться. Хотя я, честно скажу, я строгий папа. Очень добрый, щедрый, веселый и строгий папа. Как проявляется твоя строгость? Что ты запрещаешь, может быть, девочкам? Ну, не то, что запрещаю. Я всегда говорю, самое главное в воспитании девочек – это дисциплина, режим и гигиена. Если три эти параметра соблюдать, то вырастут... Дисциплина, режим и гигиена? Да. Типа как это? Шесть утра, вы помытые. Ну, этот момент надо контролировать, я считаю, чтобы не было. Постелька должна быть заправлена, уроки должны быть выучены. А остальное все. И, видишь, кайфуем, на, что хочешь покупай. Классно. Как отец двух девочек, за что переживаешь больше всего? Ну, за что? Они же ведь подрастут в какой-то момент. А, ну, в этом смысле, конечно, за женихов ее я переживаю немного. Бедные пацаны, конечно, да. Но все равно в какой-то же момент они повзрослеют, и придет вот какой-нибудь человек с поломанными ушами и скажет, «Я жить буду своей дочерью». Я в этом смысле, может быть, кого-то удивлю, но я считаю, что самое главное, чтобы ребенок был счастливым. Если, да, это самое важное. Если все мои нарекания, назидания и нравоучения им приносят несчастье, зачем эти все нравоучения? Это все бессмысленно. Главное, чтобы дети были счастливыми. Дайте я вас поцелую. В этом году у вас с Викой годовщина. Да, кстати. С Викой, с женой. 20 лет совместной жизни. 20. Быстро пролетели 20 лет? Да. Время пролетело очень быстро. Я даже не заметил, Паш. Романтика еще остается через 20 лет? Просто мы еще пока 10, я все интересуюсь у друзей. Как там? Это всегда непросто. Особенно, когда вы долго вместе живете, в какой-то момент ты понимаешь, что очень многое должно держаться на элементарном уважении. Даже если чувства приходят, уходят, прежде всего должно оставаться уважение друг к другу. И тогда все будет хорошо. Какая конфета к нам пришла сегодня. А как страсть поддерживать, чтобы она всегда была, чтобы... Страсть всегда есть. Я с таким горячим мужчиной, как я, она как спичка. Фух, сразу же и... Просто зашел домой, фух, там пожар. А-а-а-а! Сразу же, а-а-а! Кто пришел? А-а-а! Дети в комнату! Папа дома! Мыться, чистить дома! Режим! Мне кажется, сейчас идеальный момент, чтобы в канун 20-летия признаться своей жене в любви. Паш, я не готов-то, может, ну... Тут никто не готов, ты думаешь, я готов? Все будет очень просто. Я это, я люблю тебя, короче, это, вот. Вот так будет сейчас. Я тебе буду подсказывать слова, которые ты обязательно должен использовать в своем признании. Все пройдет гладко. Ты от себя шарашишь любой текст, а я вкидываю слова. Михаил Гаусян, признание в любви. Пойдем. Паша. Пойдем. Вот сюда. Все произойдет очень легко. Ты стоишь здесь, я вкидываю слова. Посмотри, какая красота сейчас будет за тобой. А? Вот. Все, это наше настроение. Представь, что ты признаешься Вике в любви. Итак, аплодисменты. Поехали. Дорогая Вика, вот уже 20 лет мы вместе. Я часто вспоминаю день нашей свадьбы. Дорохов. Ты была красива, как Дорохов. Ты даже была одета в такое платье, как Денис. Продолжай, продолжай. Ты самая красивая на этом свете. Жаба. А я жаба. Я помню день, когда встретил тебя. Шпилевилли. И еще пять лет ждал Шпилевилли. Паша. Продолжай. Спасибо за наших прекрасных дочерей. Подмышка. Они доросли мне уже до подмышек. Надоело. Мне надоело молчать о том, как я тебя люблю. О-о-о. Я все время думаю о тебе. Не люблю. Я... Я не люблю того, кто говорит мне эти слова. А тебя я очень люблю. Лейсан. Ты... Я... Я знаю, что это почти невозможно, но я люблю тебя больше, чем Паша любит Лейсан. Да что ж ты творишь-то? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Это было классно! Я поздравляю вас с годовщиной, Вика! Это было классно! Это была постава! Это было отлично! У нас есть традиция, как у любого скромного человека, есть традиция. У меня есть статуя в виде меня. Пойдем распишешься на ней. Пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Любой салатик. Салатик, пожалуйста. Вот тут вот хочу. Вау! Ты решил подписаться словом Паша? Паша. А как? А что надо было написать? Миша? Наверное, да. А, ну вот. Миша. Плюс Паша. Да ну нет. Равно Лейсан. Ужас какой! Михаил Голустян. Мой прекрасный, большой дружище. Спасибо. Мишка, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Ну и прежде чем Илья Соболев расскажет обо всех новостях недели, я хотел бы рассказать о том, что 22 апреля прошел Всероссийский субботник, или как я его называю, день, когда мэр фотографируется с лопатой. Идеальная чистота, друзья, продержится ровно неделю, а потом майские праздники, и мы все вернем по местам, да. Бычки под балконы, бутылки под лавочки, арбуз в реку. Об остальных новостях расскажет Илья Соболев в рубрике «Собости». Всем привет! Относитесь, пожалуйста, к моей рубрике, как к заявлениям Центробанка. Будет много интересного и даже смешно. Мы начинаем. Новость, после которой одинокие мужики станут слушать меня внимательнее, подойдите поближе к экрану. Выпуск журнала «Плейбой» во Франции раскупили за несколько часов из-за откровенной фотосессии с госсекретарем. Вообще-то для России эта новость полная ерунда. У нас кандидат в президенты вот так снимался. Вау! Ксюша, Ксюша! Извините, извините, не та фотография. Вот, я вот это имел в виду. Кстати, оговорили, что при коммунизме секса не было. Ну, а что это тогда? Вот видите, как у них там плохи дела? Политику, чтобы на жизнь хватало. Приходится галышом для журнала сниматься. Нашим политикам в этом плане везет. Они каким-то образом женятся на женщинах, у которых после свадьбы появляются бизнесы и недвижимость за границей. Лаки-мены? Не иначе. Новость из рубрики «А мы, в общем-то, и не рассчитывали». В Саратовской области отменяется запуск электрокаров. Не получилось запустить? Видимо, они так и не смогли сделать большую рогатку. Понятно, почему бросили электрокары. Скоро же сезон арбузов, а на них, я думаю, они смогут больше заработать. Вообще, я думаю, что в Саратове появится электрокар, только если запущенная в космос Илоном Маском Тесла упадет на Саратовскую область. В России вступил в силу закон об уголовном наказании сроком до 9 лет за сбор редких грибов. От красавца! Я, честно сказать, сам хотел предложить, потому что реально острая проблема. Хорошо, что на редкие грибы обратили внимание. Съест кто-нибудь такой грибок, и сразу в голове дурацкие мысли, понимаете? Типа, а что если за срыв редких грибов давать 9 лет? Или, например, а что если в Саратове сделать электрокар? Или, а назову-ка я свое шоу в честь себя? Бывает такое, случается. Назову-ка я свою рубрику в честь себя. Это правда. А вообще у нас очень странная система. Смотрите, украл 300 миллионов рублей, за это тебе суровое наказание в виде отключения интернета. А вот срезал несколько грибов, 9 лет дают. Идем дальше. В Башкирии торжественно открыли грузовой лифт в больнице! О, да! Браво! Вы заметили, что мы очень любим все пафосно открывать с такими красными ленточками? То мусорка, то лавочка, то остановка. Кажется, что если от нас, из России, уйдут красные ленточки, это будет единственной санкцией, которую мы не переживем. Вообще, наше шоу по какой-то причине, Паша, обратите внимание, мы открыли не в традиции чего-то великого. У нас не было красной ленточки. Мы, что с тобой, хуже лавочки? Нет, не хуже. Я на тебя смотрю, вот доска с гвоздиком. Ну, то есть... С гвоздиком, ого-го, там дюбель. С дюбелем? Это я не про сзади, я что спереди. А я смотрю на тебя и на то, что ты делаешь в интернете. Ты тоже отличная мусорка. Следующая новость. Новость из разряда, ну, не попробуешь, будешь всю жизнь жалеть. Глава Югры, Наталья Комарова, предложила увеличить траты на свое содержание с 5 миллионов до 20 миллионов в год. Вот так. Наташ, нет. Нет или да? Нет. Это глаз народа, мы тут ни при чем едем дальше, не грустите. Дальше. Новость про ограничения, но уже немножко с другой стороны. Польша, внимание, начала строить заграждения на границе с Калининградской областью. На самом деле, пускай вокруг нас все построят забор. Мы сверху построим крышу и будем, типа, мы в домике. А если кто хочет к нам в гости, пожалуйста, через Беларусь, там разувайся и заходи в гости. Не завидуй, я тебе потом отдам баночку. Будете там жить всей семьей. Внимание, новость, после которой нам всем захочется дать паспорт Российской Федерации Арнольду Шварценеггеру. Бывший губернатор, только вдумайтесь в это, Арнольд Шварценеггер самостоятельно отремонтировал дорогу в Лос-Анджелесе. В прошлом выпуске мы говорили, что в России плохие дороги. Новость некорректно я переосмыслил. В России плохие бывшие губернаторы. Знаете, Шварценеггер сделал всего одну дорогу, с другой стороны. Наши губернаторы за вечер могут сделать несколько дорог. И не только себе, но и всем, кто пришел в этот вечер в караоке. Поэтому мы в этом плане круче. А давайте, кстати, вспомним, что же хорошего для людей сделали губернаторы за последнее время. Внимание. Губернатор Югры предложил увеличить свои траты с 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Губернатор Хабаровска сыграет роль в фильме про похищение золота. Губернатор Петербурга выделил 3 миллиона рублей из городского бюджета на документальный фильм о себе. Ну, это неплохо. Думаю, горожане от таких идей просто без ума. Спасибо большое. Это были все новости, которые я хотел с вами обсудить. Остальные новости я буду обсуждать с мамой на кухне. Илья Соболев. Я думаю, наш внимательный зритель заметил, что у Ильи снова на столе стоит баночка Фанки Манки. Все верно. Это наш спонсор. Аплодисменты им. Так что, если вы хотите быть позитивным, у вас два выхода. Либо выпить Фанки Манки, либо посмотреть шоу Воли, либо и то, и другое. Главное, не лопнуть от позитива. Кстати, вы заметили, что Илья и банка Фанки Манки очень похожи. Да ни одного размера. И я такой же сладкий? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, ребят. Привет. Депкар ТВ на связи. Для тех, кто в жизни многое повидал. Шебеньшая новость. Увидеть, шедевр вася. Шоу Галустян Плюс. 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 Это не шоу, это красавчик. Не посмотрите, не пойму и не прощу, серьезно. Галустян Плюс. 28 апреля. В 10 вечера. Премьера на ТНТ. Сегодня у нас в гостях невероятный актер, величина, заслуженный артист, народный артист, лауреат Государственной премии СССР, обладатель ТЭФИ, обладатель Золотого Орла и начинающий актер ТНТ Сергей Шакура. АПЛОДИСМЕНТЫ Класс! Сергей Каюн, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Круто у вас здесь. Да? Неожиданно круто. Это вот я все копил себе на квартиру, но построил это. Я вначале назвал вас начинающим актером ТНТ. Может быть, кто-то не знает, с 17 апреля уже целую неделю шел сериал «Друг на час» и еще будет идти целую неделю с понедельника по четверг в 21.00. Посмотрите все. Фантастическая работа. Да. Как вы вообще решились? Вот человек вашего уровня, вашего характера, человек, который знал личное. Шнитке, Теравердеева, Олега Даля, Высоцкого. Как вас поговорили? Да не, ну я просто люблю рисковать, вот и все. Риск для меня, вот, это как бы квинтэссенция профессии моей. Я просто вообще не знал, что есть какая-то такая услуга «Друг на час». Для меня это было открытием. И я ходил, как дурачок, у них спрашивал, что действительно такая есть услуга «Друг на час», то есть нанимаешь мужика за деньги, а потом его забавлять должен молодежь, представляете? Вы-то всему залу рассказываете. Мы тут по этому принципу и собрались здесь все. Слушай, для тех, кто не знает, о чем сериал, я в двух словах расскажу. Да, пожалуйста. Ваш герой выходит на пенсию и пускается во все тяжкие вместе с другом на час. Правильно? Да, совершенно верно. А у самого вот бывает такое что-то? Эх, психану, все, на мотоцикле, еду в Монголию. Да нет, ты знаешь, Ваш, я такой человек в этом плане уравновешенный. Я когда-то давно вычитал одну фразу замечательную. Кто верит, тот не торопится. Это правильно. А то все время бежишь, 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 куда торопишься, а мимо главного пробежал, получается. Я просто люблю жить, понимаешь? Просто обожаю. Да. Если честно, перед всеми ребятами, перед тобой, мне совершенно не интересует, что было вчера. И абсолютно не интересует, что будет завтра. Я живу вот прям здесь и сейчас. Мне это интересно и в профессии, и в жизни. Жизнь одна! Полувмирающий голос. Жизнь одна! Все отлично, все хорошо. Скорую женщине вызовите, пожалуйста. Послушайте, у нас здесь совершенно случайным образом оказался режиссер и сценарист Эмильни Кагасян. Тот человек, который непосредственно связан с сериалом «Друг началь». Сергей Каемович, у меня случайно оказался микрофон заодно. Да ладно. Совершенно случайно. Паш, я поздравляю тебя шоу. Аплодисменты, ребята. Потрясающее шоу. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос к вам. Ладно я, вы-то как попали в плен к армянам? Уже слышали эти вот их знаменитые армянские штуки? Брат, денег нет пока. Возьми из Майбаха лаваш. У меня жена наполовину армянка. Да? У меня наполовину башкирка, наполовину татарка. Там вообще не разобраться. Наши люди! Все наши. Эмиль. Как работает с Сергеем Шакуром? Это же величина. Сергей Каюмыч как-то все остальные актеры воспринимают иначе на площадке? Безусловно, есть волнение у всех актеров, потому что все все понимают. То есть какая величина Сергей Каюмыч. У нас были ансамблевые пробы до захода в съемки. И Боря Дергачев, который исполнил главную роль, давайте поаплодируем. Замечательный актер. Да, Боря, ты красавчик. Боря классный. Боря понял, как работать. Они друг друга почувствовали. Им было вместе интересно. Им было вместе хорошо. И как бы текст ложился максимальный. Знаете, такой велосипед, где двое сидят. Тандем называется. Вот у нас был с Борисом тандем. От талантливых актеров, безнадежным актерам. В одном интервью вы сказали так про участие в проектах. У нас даже есть цитата. Если начинают подсовывать какую-нибудь популярную рожу из комедии Клаб, то я работать не буду. Только с профессионалами. Вот я, популярная рожа, которую подсовывают всем постоянно. Со мной бы стали играть? Ну, да, конечно. Но только в том случае, если бы тебя делали абсолютно неузнаваемым. В смысле, избили до этого? Что сделали? Нет, ты бы существовать смог, только если бы тебя переделывали. Послушайте, меня нельзя переодевать женщиной. Я сразу становлюсь вот это, с трассы. Молодой человек. А, кстати, тебе легко, наверное, это делать. Мне кажется. Не, не, это как комплимент. Вы что смеетесь? А, это еще и комплимент. 118 фильмов вашей фильмографии. Вы сами чувствуете вот свою величину. Вы понимаете, что вы большой... Я себя чувствую на метр семьдесят четыре. Вам 81 год. А мне вот 44 года. Ну, что красиво, потрясающе выглядишь. Ну, это только с виду, да. Потому что после каждой съемки я ухожу, а колени здесь еще остаются. Я еще потом возвращаюсь за ними. Есть какие-то секреты вот такой вот молодости, как у вас? Ну, какие секреты? Ну, в юности спорт, я мастер спорта по-акробатски. Да. Потом несколько лет играл в футбол, а потом большой теннис лет 15. И вот недавно совсем, ну, лет 10 тому назад я перешел на плавание. Плаваю каждый день километр. Километр? Не, не, не. Стоп, стоп. Не просто километр, друзья мои. Я вот сегодня, я в 8 утра плаваю. Километр за 28 минут. Километр за 28 минут? Да, кто-нибудь из вас попробуйте, вот и все. Невозможно. Я хожу медленнее. Абсолютно шикарная роль Брежнева у вас, за которую вы получили не одну награду. Сложно играть глав государств. Да нет, это такая же роль, как и все остальные. Просто этот персонаж был у меня и у тебя, что-то знаешь, на слуху. Я его видел по телеку, я с ними никогда в жизни не встречался. Мужик хороший, замечательный. Мужик хороший, вы первый, кто так его охарактеризовал. Брежнев, мужик хороший. Да нет, поэтому он у меня и получился. А можно? А можно лично для меня и для наших телезрителей, как Брежнев сказать, смотрите шоу «Воли»? Друзья мои. Скажу вам честно и откровенно, я предлагаю вам, ну, недолго думая, все-таки посмотреть шоу «Воля». Да никакого грима не надо. Вам спасибо огромное за то, что вы в вашем графике нашли время для нашей скромной программы. Говорят, что вы иногда завершаете представление шпагатом. Это правда? Это правда, но понимаю, в чем дело, я хотел сделать шпагат и думал про это, но для этого надо одеть шаровары. А в этих джинсах, я боюсь, будет комедиклаб. Отлично, это то, за чем мы вас и позвали. У меня супруга гимнастка, я вроде как тоже должен уметь просто. Итак, дамы и господа, 44 года, 81 год. Поехали? Не-не-не-не. Челлендж шпагатов? Не-не-не, у меня по швам все разойдется, отойди в сторону. Да. Вау! С приземлением! Подкользнулся. Очень скользкий ковер, я не ожидал, честно говоря. Показать не будем? Нет, не будем, ладно. Ни в коем случае. Сергей Шакуров, легенда! Спасибо большое. Спасибо огромное. У нас есть традиция, все расписываются вот на этой статуэтке, в любом месте. На бедре. Кай! Сергей Шакуров! Спасибо огромное. Самое время напомнить вам про моего любимого спонсора. Так что сейчас я расскажу вам секрет на миллион, а точнее на 7 миллионов. Газпромбанк выдает кредит до 7 миллионов с быстрым оформлением и моментальным решением. На любые цели и с одним паспортом. Газпромбанк. Лучшее создается вместе. Итак, в соцсети, что произошло за неделю? Начнем с Давы. Как бы это ни звучало. С Давы и простейшей мысли, которую он выложил на этой неделе. Но то, что Дава выкладывает мысли, это уже классно. Итак, внимание. Оказывается, пресс можно качать. Слушайте, главное, чтобы следующий пост не был подписан. Оказывается, ребра можно удалять. На фотографии Дава затыкает уши. Видимо, в зале заиграла какая-то песня Давы. Но мы надеемся, что у Давы появятся кубики. Вот эти вот детские кубики для развития. Тимати лупит контент каждую неделю. И на этот раз серьезное событие. Тимати сделал предложение своей девушке. Браво, Тиман! Молодец! Это прекрасная новость, я считаю. Скоро у нас в стране появится еще одна богатая и популярная разведенка. Это шикарно. У Тимати, кстати, от первой жены один ребенок. От второй жены тоже один ребенок. И хотелось бы напомнить Тимати, что женщины могут рожать и не один раз. Ну а вообще, конечно, Тиман мой друг. Мы с ним давно знакомы. И я желаю, чтобы это было надолго. Тиман, продержись хотя бы до лета. Лера Кудрявцева выкладывает фото со своим сыном. Это, пожалуй, первая семья, где сын старше матери. Но это только с виду. Возраст Леры выдает прикрепленная песня Ирины Аллегровой. Лере Кудрявцевой. 51 год. Покажите, в какой форме Лера Кудрявцева. Ну, и, между прочим, это бабушка пятилетнего внука. Ребята, согласитесь, да? В такой бабушке хочется поехать на лето. Хочется посидеть у бабушки на коленях. Даже хочется, чтобы бабушка посидела у тебя. Как домой теперь возвращаться после этого. Есть способ. Я люблю тебя, Лейсан. Едем дальше. Ладно, Лера Кудрявцева. Евгений Ваганович Петросян. Фотография со своим сыном. Евгений Ваганович стал папой в 74 года. До этого в 74 года папой мог стать только кто-то из Ватикана. И только после этого уже держать на руках мальчика. Старшей дочери Петросяна, чтобы вы знали, 54 года, а сыну 3 года. Получается, что между ними целая Лера Кудрявцева. А вообще, я считаю, что здорово, что человек в таком возрасте стал молодым папой. На что только люди не идут ради материнского капитала. Всю неделю, и вы это знаете, в соцсети сходили с ума. Все выкладывали поп-короля. Точнее, теперь уже официально короля поп. Покажите видео, внимание на пятую точку. Ну что, я всех нас поздравляю. Дед поплыл. И, судя по всему, с таким буйком он точно не утонет. Теперь, когда Филипп садится на диван... Дивану мягко. Ну а вообще, Филиппу из-за популярности и так было тяжело ходить по улицам. А теперь ему вслед свистят из каждой тонированной приоры. Эй, шо за дыни? Женщина с короткой белой стрижкой. Ну а если честно, Филипп, мы будем скучать по этим временам, когда ты был адекватным. Скромным парнем. Слышите, ну и на десерт, хотя, что уже может быть слаще предыдущего пирога, Оля Бузова рассказывает про свой новый клип. И лучше посмотреть, как Оля рассказывает про клип, чем сам клип. Смотрим. Сейчас задумалась, чтобы эту работу отправить на кинофестиваль в Каме. Она достойна того, чтобы ее увидел весь мир. Оля хочет с клипом выиграть кинофестиваль. Берегись, Франция, она уже к вам летит на поезде. Также у Оли появился преподаватель по вокалу. Спаси, Господи, этого человека. И вот что Оле говорит преподаватель по вокалу. Ты интонируешь, я что? А какие внизы? А? А какие басы? А субтон? А какое расщепление звука? Я говорю, серьезно? Это все у меня есть. Да, Оля, это все у тебя есть. Только вот когда это все соединяется вместе, это что такое вообще? Также Оля добавила. Сказала, ты знаешь, что у тебя три октавы? Я спросила, что такое октава? Оль, это очень просто. Октава – это Шкода. Аккорд – это Хонда. Абас – это автобус по-английски. Все легко. Напоминаю, Канны к вам едет Бузова. Продолжаем. У нас в гостях блистательное солнце Монако и российской эстрады. Люся Чеботина! Бегу, я бегу, я бегу. Помогай мне! Я просто взяла джинсы джигана, они оказались мне четко большие. Это опасно, джинсы джигана. Там что-то в кармане. Люся Чеботина! Присаживайся. Спасибо большое. Во-первых, очаровательно выглядишь. Спасибо, ты тоже. Не хватает только короны. Да, я упал в итальянский диван. Я думала, ты упала в гардероб Филиппа. Не хотелось бы. Кстати, я там была. Что нового у тебя? Что у меня нового? Да, какие-то песни, какие-то новые невероятные дуэты. Может быть, открыла цветочный магазин. Все, рассказывай все. Из таких глобальных прям новостей меня утвердили на главную роль в полном метре. Какой фильм? Куда тебя утвердили? Называется «Больше, чем футбол», и я буду женой футболиста. Я не знаю, я действительно выгляжу, как жена футболиста, но вот почему-то вот... Люся выглядит, как жена футболиста. Смотри, эти Бузовские там сбоку. Да, да. Слушай, ну не хотелось бы, если честно. Почему? Ну мне кажется, что в семье должна быть только одна звездочка. Учитывая то, какие у нас футболисты, одна звездочка и будет. Все нормально. Конечно. Молодец. Спасибо большое. Меня похвалили. Слушай, окей, не женой футболиста, а женой кого вот, допустим, тебя бы, Люси Чеботина, устроила бы. Почему женой кого? Я жена Люси Чеботина, а кто там будет, уже не важно. Важно финансовое состояние? Я хорошо зарабатываю. Чувство юмора, надо? Однозначно, потому что я очень веселый человек, мне кажется, видно, что я периодически туплю, но все это... Послушай, мы на канале ТНТ, тут Бузова так прокачала до тебя. Да, нормально, можно. Да, я знаю. Можно. Физическое состояние, он должен какой-то быть спортивным? Ну, спортивного целосложения, но я не люблю прям супер перекачанных парней. Мне кажется, любой девочке нравится, когда у парня все хорошо. Я не подкатываю, я тяну на подтянутого мальчика. Ну да, кстати. Это так. Хорошо. Профессия важна? Да. Да. Кем вот идеально для тебя должен работать твой кавалер? Кем-то, кто будет в сфере музыки, шоу-бизнеса, потому что очень часто встречаются парни из какой-то бизнес-сферы, знаешь, супер отдаленно, и они, знаешь, так смотрят, типа, в серии. И чё, как у вас там? У вас там как это? Все геи и все наркоманы. И тебе приходится объяснять и рассказать, что нет, это все миф, и это все не так. Люсь, у тебя чистейшая репутация, у тебя ни одного скандала, ни одной постыдной истории. Ты точно следишь за моей репутацией? Хорошо, а какие у тебя есть постыдные истории? У меня очень много кринжовых историй. Я тот человек, если вы хотите опозориться, позовите меня. Потому что я вот тот человек, который что-то ляпнет и только потом подумает. Чтоб ты понимал, я Игоря Николаева назвала Николай. Николай? Я не знаю, что было со мной, но я его называла очень долгое время Николаем, и никто не делал ни замечания. И я еще думаю, как-то все странно на меня смотрят. И он уже мне потом сказал, Люся, я, конечно, понимаю, но меня зовут Игорь. Слушай, но тем не менее, у тебя чистейшая репутация. Но есть человек, наверное, который знает побольше о тебе. Вы пригласили Игоря Николаева? Молодец, ты назвала его правильным именем. Нет, у нас в студии есть твоя мама, и мы ее пригласили специально. Анна Юрьевна, приходите к нам, пожалуйста. Вечер Кринжа начинается. Давайте, я могу? Здравствуйте, добро пожаловать. Присаживайтесь, пожалуйста. А ты себе маленькую табуреточку приготовил? Как это мило. А я маленькую табуреточку. Анна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем про вашу дочь, то, что у нее идеальная репутация. Но вы, как мама, я думаю, знаете лучше. Я предлагаю необычное интервью. Вы наденете наушники, я буду задавать Люсе вопросы. А вы в этот момент не будете слышать ответов. Потом я тот же самый вопрос задам вам. Пойдет? Ну, да. Держите. Пока, мам. Да. Пока. Итак, первый вопрос тебе. Да. Ты когда-нибудь приходила домой вот прям выпившая? Да, конечно. Не хочу говорить, но прям в мясо. Как хорошо, что мама в наушниках сидит, да? Она с меня сапоги в этот момент снимала. Ну-ка поподробнее. Ну, знаешь, девочки носят такие бадфорты. Так. И когда к вечеру уже ты подустал, ноги отекают от усталости, и они тяжелее от этого снимаются. И без поддержки мамы или кого-то еще вообще никак их не снять. И я вот так вот стояла, и такая, ну давай. Что? Ты видела, коннект произошел? И вот она мне помогала в таком состоянии и с разуцу. Хорошо. Давайте спросим у мамы. Машу. Все, да? Да. Да. Вопрос очень простой. Молчи. Анна Юрьевна, когда-нибудь приходила ли Люся домой, как бы это сказать, по-культурнее? Пьянючая. А в каком возрасте? Ай-яй-яй. Ну, вау. Помнишь, я сказала, когда если хочешь опозориться, зови меня? Нет, зови ее. Давайте так. До 12 лет не считаем. Нет, до 18, до 20, наверное, точно нет. А потом мы вместе с ней пьем и приходим вместе. Прикольная семейка. Так, следующий вопрос. Давай, чтобы мы прям офигели. Бывало ли, что мама давала деньги на одно, а ты тратила на что-то другое? Да, было такое, но это было в школьные годы. Многие меня, наверное, поймут, когда тебе дают на обед или на что-то нормальное из еды. А ты раз и на ужин. Никогда не думал, что я порву шуткой про ужин. Это пик карьер. Я же с вами покупала сухарики. Сухарики? Те, которые я рекламировал в свое время. Это были мои самые любимые сухарики. Они стоили тогда 7,50. И я заходила в супермаркет и покупала эти сухарики. Это были мои тоже сухарики. Я покупал на них квартиру. Ты в итоге, вместо того, чтобы питаться полезной едой в школе, тратила все на нездоровую пищу. Да. Да, окей. Здравствуйте. Давали ли вы деньги, Люся, на что-то, а она тратила их совершенно на другое? Всегда. Хорошо. Финальный вопрос. Пожалуйста. Уважаемая дорогая Люся. Да, дорогая Павел. Был ли мальчик, который маме не нравился? В принципе, все там мальчики, которые за мной ухаживали, они были всегда хорошие. И мама к ним очень классно относилась, потому что у меня вкус на адекватных людей хороший. То есть я никогда не буду встречаться, знаешь, с каким-нибудь подонком. Я как-то как сканер сразу их вижу и к себе не подпускаю. Здравствуйте. Да. Вопрос простой. Был ли у Люси хахаль, который вам не нравился? Они мне все не нравятся. А я говорю, нет, говорю, мама, они такая, они все нравятся, у меня хороший вкус. Они должны ей нравиться, а не мне. А, в этом смысле. Спасибо огромное. Спасибо, Мамуль. Ана Люся Чеботина. Люся Чеботина. Спасибо вам огромное за эту откровенную беседу. У нас есть традиция. Сейчас мы пойдем распишемся на статуи. В любом месте можете расписываться. Развернуть можно? Развернуть? А мне можно так оставить, а спереди. Девочки, не разорвитесь! Пойдемте, идем. Да, пойдем. А каким маркером? Я розовеньким хочу. Давайте розовеньким. Ай-яй-яй, мама, мама. Стрелка вниз. Спасибо вам огромное. Пойдемте разорвать. А Люся остается здесь. И прямо сейчас в нашей студии она исполнит свой хит «Солнце Монако». Мы обещаем, это в последний раз. Зачем мне солнце Монако, для чего скажи мне? Луна с антропе. Там-то твой взгляд светит ярко. Что в этом смысла, но если тебя рядом нет, я открываю шкаф и голову ломаю. Что мне к тебе надеть, я вечером не знаю. Не знаю. Это в этой студии она исполняет. Как бы твой взгляд светит ярко В этом смысла ноль, если тебя рядом нет Тысяча вопросов и нету ответов Зачем ложит, а не кладет? Зачем короткие джинсы? Ведь вокруг зима 8 месяцев в год Зачем девочкам такие ногти и ресницы? Зачем носки пацан дали? Зачем футболистам такие зарплаты дали? Но главный вопрос, однако Зачем нам солнце, Монако? Зачем мне солнце, Монако? Для чего скажи мне Луна Санкт-Пет Как бы твой взгляд светит ярко В этом смысла ноль, если тебя рядом нет Это было шоу Воли Люся Чеботина специально для нас Смотрите нас каждое воскресенье в 9 вечера на ТНТ А пока ждете нового выпуска Хоть каждый день на Рутюб В любое время, на любом устройстве До встречи в эфире Или на Рутюб Мы вас любим Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok